Привет! В этом видео мы разберёмся с тем, как устроен сетевой кабель типа витая пара RJ45. Этот кабель используется для проведения интернета или создания локальной сети между компьютерами. Также мы научимся обжимать кабель своими руками без использования специальных инструментов в домашних условиях. Это канал ПК Без Проблем. RJ45 – это интерфейс, используемый в компьютерных сетях для подключения с помощью кабеля витая пара. Внутри кабеля 8 проводов, а точнее 4 пары, которые скручены парами для устранения электромагнитных помех. Также кабель экранирован, опять же для защиты от помех. Экран не несёт никакой информации, а вот по проводам и передаются данные. Если скорость передачи до 100 Мбит в секунду, то используется всего 4 провода – оранжевая и зелёная пары. Если же скорость в районе гигабит в секунду, тогда уже используется все 8. Поэтому обычно в домашнем скоростном интернете, где скорость меньше гигабита в секунду, используется всего 4 провода из 8. Как собрать и обжать кабель самостоятельно? Нам понадобится сам кабель, витая пара и специальная фишка RJ45. Фишки очень дешёвые и есть почти в каждом компьютерном магазине, поэтому приобрести их не проблема. Первым делом обрезаем кабель, если это нужно, освобождаем провода, а экран и нитку отрезаем. Приложите кабель к фишке, чтобы определить необходимую длину освобождённых проводов. Кожух должен зайти поглубже за зажим для хорошего обжатия. В результате выглядеть всё должно примерно вот так. Теперь необходимо выложить провода в правильном порядке. Перед вами сейчас схема, как должны лежать провода в фишке. Обратите внимание, что есть два варианта обжима. Первый вариант – прямой. В этом случае оба конца кабеля обжимаются одинаково. Так мы делаем, если компьютер подключается к сетевому устройству типа коммутатора или роутера. Второй вариант обжима – кросс-подключение. Он используется, если компьютер подключается напрямую к компьютеру. В таком случае выкладываем провода по этой схеме. Итак, друзья, выкладываем провода по схеме, выравниваем их. Если нужно, обрезаем концы, чтобы сделать их одинаковыми по длине. И вставляем в фишку до упора. Вот как это будет выглядеть. Ну а теперь нужно обжать. Профессионалы обжимают кабель специальным устройством. Но смысл покупать дорогое устройство для того, чтобы один раз обжать кабель. Это можно сделать и с помощью обычной отвертки. В первую очередь отверткой защелкиваем фишку, зажимая кабель. Ну и теперь последний шаг – обжим контактов. Снова с помощью отвертки аккуратно вдавливаем металлические пластинки. Они входят внутрь провода и обеспечивают контакт. Если не получается, подберите отвертку по размеру. Как видно, у меня пластинки хорошо вошли в провода. Вот и все. Обжим закончен. Не так-то это и сложно. Проверим, работает ли интернет теперь. Все работает. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки. Пишите в комментариях, получилось ли у вас сделать обжим кабеля. И конечно подписывайтесь на канал Пока Без Проблем, где вы найдете еще много видео о работе с компьютером и интернетом. До новых встреч в эфире, друзья!